итак ребят зашли мы в офис данной компании называется на вот так вот конкретно какие смарт-часы и вам покажу чуть попозже офис выглядит в принципе небольшой вот здесь наверно сидят менеджеры здесь сидят инженеры как видим весь стол завален комплектующими и там будет кабинет босса и здесь переговорная сейчас мы здесь сидим чай пить и устраиваем и мой друг там договаривается насчет своих поставок для магазина но в принципе на окраине шинджене где-то находимся здесь я как понимаю они занимаются не только часами но еще и тачами потому что тач похож на аукетель к 10000 это я точно знаю потому что это по себе уже покупал и менял на к 10000 и здесь довольно много также вижу что здесь уже идут какие-то комплектующие для смарт-часов и корпуса на образцы для новых моделей здесь пачки такие большие здесь у нас идут дисплеи для фитнес-трекеров вибромоторы корпуса кстати корпус я думаю вы узнаете его данные часы я уже недавно буквально на днях тестировал тестировал ну так инженерная выглядит здесь они сидят и мастерят как всегда накуривают полную хату и сидят ковыряют паяют рисуют и перебирают здесь короче много кто не видел вот как выглядит смарт трекер вот батарейка а вот микросхема и сам дисплей вот он корпус я думаю вы его узнаете буквально на днях был вот он в разобранном виде там переговорный абсолютно весь разобраны а вот дисплей кстати вот он дисплей но кстати гибкий клеится к стеклу и все здесь также они тестируют стол конечно все завалено так коробки куча коробок и запцаться здесь я вижу уже готовые наверное лежат образцы вот сборе как выглядит вот помните модель сенсорными кнопками вот так так ладно пойду сейчас вам покажу еще самого инженера который сам разрабатывает вот этот чувачок вместо босса его нету и вот он сам с левой стороны сидит инженер который и делает и данные часики разрабатывает ну конечно не не все он разрабатывает но большую часть он делает сам вот бог вот что-то наподобие таких вот смарт-часов фитнес-трекеров эта новая модель без боковых кнопок кнопок кстати вообще нету включает даже не знаю как они включаются и одна сенсорная кнопка на самом дисплее кстати намного лучше чем предыдущая модель где это нами вот она на которую я делал обзор старая версия хотя есть еще более старшая версия и вот уже будет новая версия по дисплеем если сравнивать сейчас покажу по дисплеем конечно не отличаются здесь больше видно пикселей здесь их меньше дисплейчик лучше чем в этих и более яркий ну так но это все тестовые образцы только какие-то липнут к рукам вот так все как всегда клеится собирается и клеится на 3м скотч контакты кнопка touch дисплей так корпус часть корпуса и сам экран не экрана именно стекло который защищает экран вот так вот он инженер сидит все общаются общаются как плохо когда ты не понимаешь китайский язык но у меня есть мой переводчик он мне потом все это все расскажет что они здесь обсуждали и так а вот сама и есть составляющая микросхема самого смарт-бэнда идет у нас здесь сама микросхема с процессором до сенсорные две кнопки 1 физическая батарейка у нас 120 миллиампер час потом динамик и так вибромотор и есть еще микрофон так а здесь у нас что здесь не понять с обратной стороны еще дополнительная кнопка до раз кнопка два кнопка сюда подключается сам дисплей есть еще антенна антенны я пока не понял для чего скорее всего вай фай антенна похоже по крайней мере ну так ребят от этих вот смарт-часов сама микросхема все-таки ребята по поводу обзора что я говорил что есть такое ощущение что дисплей изогнут так оно и есть как видите сам дисплей он изгибается и и укладывается плотненько к самым стеклом вот так покидаем сам офис взяли образцы на фабрику сегодня данной компании не получится съездить поедем сейчас пойдем покушаем и пойдем на фабрику скорее всего детских часов потому что сегодня что-то у них там идет какие-то проблемы поэтому не получается ну а офис показали уже что-то начало хорошее поэтому ребят не серчайте все будет но немножко позже может возможно даже в этом же видео я это все смонтирую просто фабрика это через один день получится приехать вот так и